добрый день дорогие друзья в эфире программы семейный доктор я приветствую вас извините пожалуйста за технические неполадки сегодняшние но мы с вами продолжаем наши встречи я напомню что мы в прошлый раз с вами встречались определили что тем в ближайших нескольких программ нескольких наверно потому что за одну программу я думаю что мы с вами не уложимся это диабет диабет что что нам делать с вами при диабете каким образом себя держать и для чего нужно так сказать особо бороться потому что диабет эта проблема одна из наисерьезнейших существующих в современной медицине к сожалению великому к сожалению великому то сказать это на проблема которая до сих пор решается только одним путем фармакологическим а вот последствия этого решения к сожалению великому не очень хорошо и так мы сегодня с вами продолжаем тему диабета но в начале как всегда один звонок а после этого я так сказать начинаю излагать тему а я слушаю вас алло анатолий филе здрасте у меня такой вопрос вы знаете у меня есть внук ему 8 лет и вот в сентябре у него была вторая уже операция под общим наркозом и всего лишь диагноз такой фурункул вот и врачи его выписали но в общем то ничего не сказали вот что это за состояние такое и чтобы не было этого третьего и четвертого фурункула что с этим делать как бы предугадать прошу прощения а вот фурункул то где возник очень-очень мощно и доскать что он такой силы я понимаю да ну понимаете какая штука наверное отыскать хирурги сделал свое дело так и и поступили думаю что не все думаю что они все думаю что они его еще и посадили на антибиотики обязательно дали антибиотики а бы в этой семье нет но в этой ситуации наверное надо было бы потому что воду в таких крайних ситуациях операция проводится при угрозе сепсиса общего заражения понимаете что вполне возможно понимаете не поэтому мне кажется что вот здесь вот сейчас мальчику надо просто помогать его надо подкармливать ему надо поддержать иммунную систему обязательно потому что наркоз и все это ну по крайней мере на какое-то время месяца на полтора два три это иммунный дефицит и вы поэтому при этой ситуации надо обязательно его поддерживать вот значит его надо подкармливать нужно воспользоваться поливитаминными препаратами комплексами обязательно и я бы в этой ситуации обязательно буду это сделать бы с ним курс ван но горячих горячих тут не 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 ванны такого общая санитарного или гигиенического толка вы понимаете надо очень аккуратно очень аккуратно с тем чтобы мальчика и не напугать и объяснить ему то сказать что это очень нужно да да просто горячая вода ничего не добавляю правда я бы добавил обязательно морскую соль морскую соль и обязательно бы добавил во первых она дезинфицирует воду понимаете потому что ну определенной крепости солевой раствор он как бы не дает возможности так сказать хорошо себя чувствовать всяким там микроорганизмом да вот поэтому где-то вот 15 20 грамм соли на литр в этом очень мощный такой-то сказать растворчик и ему это понадобится потому что на состояние иммунодефицита зависит не только от присутствия там каких-то аминокислот витаминов или что и прочее но это состояние зависит еще и очень сильно от наличия определенного определенной группы микро макроэлементов для например таких как цинк так сказать сегодня цинка вот как раз мы и в большей степени можем получать из морепродуктов понимаете да и я не не даром об этом сейчас говорю потому что вот о морепродуктах для мальчика можно подумать и не обязательно это должны быть какие-то там экзотические животные морские или какие-то там рыбы или что-то понимаете это могут быть морские травы водоросли водоросли их можно сухие водоросли покупать и докладывать просто ему в еду досыпать немножко понимаете я с тем чтобы вот этот вот дефицит восполнять плюс эти ванны но как они должны делаться начинаются они с 37 градусов чтобы ему сразу не было холодно а сразу теплая вода да и через каждые три четыре минуты надо поднимать на один градус поднимать эту температуру дату надо точно определить чтобы ему чересчур горячо не было до 39 40 41 может быть да но когда лет сказать его ребенок спокойно воспринимает так сказать вот температура этой воды и вот при на приз 3 40 или 41 градуса как он себя будет чувствовать в зависимости от этого надо его продержать в ванне 15 минут при этой температуре 15 20 минут понимаете то есть надо включить заставить работать вот этот регуляторный центр наш внутренний да который должен разобраться с тем чтобы не повышалась температура тела защитить его вот тут начинается такая довольно мощная био очистка организма не от шлаков там токсинов или чего-то там еще или каких-то там накопленных продуктов да а именно от биотоксинов его собственно включая и токсины микроорганизмов да почему у него вдруг фрункулез то так пошел значит есть некое неблагополучие в организме от которого надо обязательно так и избавиться и вот таких ванн надо сделать порядка десяти и и обязательно таскать в это время по когда он будет делать ванна особенно в день когда и делается ванна вечером нужно обязательно дать ему на ночь сорбент да сорбент до любой потому что надо убирать продукты вот эти вот распадов убирать из из него помогать организму справляться с ними и безусловно давать ему возможность много пить понятно конечно на ночь конечно на ночь потому что с тем чтобы утром у него бы все было нормально со стулом конечно конечно причем в постели обязательно к ногам грелку грелочку с тем чтобы подольше вот этот вот мы ж на и знаем с вами что мы обязательно поднимем теперь этой ванной обязательно поднимем температуру но температуру мы поднимем тело я имею ввиду но температуру то мы поднимем с вами не сильно а поднимем скажем там ну максимум на градус ну на полтора максимум понимаете что может быть то есть у него температура после ванны будет где-то не 36 и 6 а 37 и 6 38 понимаете она будет держаться ровно час через час температура уже не будет а нам нужно немножко еще продлить эту ситуацию поэтому к ногам лучше вот тот момент когда вы положили в постель к ногам лучше положить теплую грелку теплую не горячую понятно нет 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 то есть ванны отдел через день через день понятно очень хорошо если родители ему в это время вот понимаете я говорю про море продуктов самый известный море продукт на котором я вырос например и выросли мои сверстники это рыбий жир конечно плюс травы например фукус есть такая травка замечательная можно делать отвар и добавлять его даже в ванну вот делать ванну с фукусом может быть даже этом будет намного лучше фукус да называется так морская трава не значит и есть еще один момент которым я дескать должен сказать в силу того что за шунгитом это слава и идет вот за этим самым минералом да и за меня нет не замечено отмечено просто это как бы реальность его такое анти действие то есть противодействие стафилококом и стриптококу а фурункулез это очень часто вот провокаторами развития фурункулов да да сказать вот таких вот взрывных воспалительных процессов является как раз ты филокок или стриптокок понимаете вот в эту ванну можно добавлять еще то сказать вот в эти ванны немного да вот и шунгитовую пыль чтобы вода была черная понятно да вот так я думаю что вот это вот эти вот процедурки намного надолго его избавит от этого дела единстве надо проделать все что назначено доктором ведь мы с вами не знаем картина правда ведь не знаем потому что мы за вы знаете со слов и я знаю с ваших слов поэтому такой немножко испорченный телефон получается не понимаете это не есть хорошо поэтому то что я вам сейчас сказал это точно мальчику не навредит и это первое а второе так сказать безусловно при условии что должны быть соблюдены назначены доктором который делал про назначал операцию делал операцию должны быть соблюдены все назначения которые были сделаны да пожалуйста не ночи всего доброго друзья мои мы приступаем к теме потому что как и договорились один вопрос и так диабет понимаете разнообразие форм у диабета до огромная огромная второй тип первый инсулинозависимый не инсулинозависимый вот то что мы с вами будем то о чем мы будем с вами говорить она имеет отношение и к диабету первого типа и диабету второго типа и к инсулинозависимому и к инсулину инсулина независимому но в большей степени это подчеркиваю все о чем мы будем говорить имеет отношение конечно к диабету второго типа второго типа нет я неправильно сказал имеет отношение конечно и к диабету первого типа и второго типа но просто все таки на первых порах диабет второго типа попроще он не несет собой такое количество угроз как диабет первого типа инсулинозависимый поэтому давайте мы с вами сделаем таким образом будьте пожалуйста внимательны записывайте все и мы потихонечку будем с вами набирать программу которую могут начать и люди существующие с инсулином и люди которые находятся в состоянии диабета второго типа то есть вот на медикаментах на таблетках постараемся с этим разобраться наша задача с вами не в том чтобы вылечить диабет понимаете потому что все таки какие бы программы не делались и какие бы программы не проводились сказать что диабет стопроцентно излечим такого рода заявление есть я не могу себе позволить этого не потому что там мне страшно потому что но к сожалению великому нет этого подтверждения но зато достаточно много примеров когда люди живут будучи больными диабетом живут замечательно соблюдают уровень сахара а самое главное уходит от тех побочных действий которыми и страшен диабет и диабет страшен не самим диабетом а он страшен побочными действиями последствиями развития этого процесса и тогда когда устаю удается остановить развитие процесса это не знать что диабет у нас ушел и он нас не беспокоит понимаете но когда удается остановить развитие этого процесса вот это самый замечательный результат тогда мы можем с вами жить так как хотим и пример тому воспитанники вот клуба прощая диабет на котором руководит борис степан жирлыгин мы с ним познакомились след наверное очень давно лет двадцать назад впервые как бы я не принимал участие в разработке его таскать программы не принимал участие таскать в публилизации этого мета очень давно потому что тогда 20 лет назад понимая сложность этой проблемы как бы таскать и когда мне человек заявил что он лечит диабет я честно как немножко шарахнулся в сторону но с течением времени наблюдает сказать за всеми этими процессами я прихожу к выводу что это действительно возможно но говорить надо не об излечении а говорить мы должны с вами о том что можно называясь диабетическим больным жить абсолютно здоровым человеком вот есть тут такая вот странность понимаете странность самого диабетического процесса причем понимаете это почему я говорю именно так они говорю об излечении потому что нельзя назвать излечением антибиотикотерапии антибиотикотерапии но никак нельзя назвать понимаете это экстренное вмешательство в жизнь организма скажем при каких-то там тяжелых воспалительных процессов когда мы пропиваем с вами антибиотики и нам становится легче уходит температура но при этом остается вялость хронические процессы какие-то все то есть это не есть излечение то что мы с но учимся с вами держать сахар в узде и не даем ему помышаться в крови это тоже не есть излечение это умение содержать себя в ситуации диабета не себе низко им образом не вредя а самое главное не давая возможности диабету уродовать твою жизнь вот это самое главное вот это самое главное теперь с чего мы начнем я не буду сейчас говорить о диетологии потому что делать это диетология для больных диабетом она абсолютно известно и известно что то сказать физиологически питание больного диабетиком должно быть полноценным он должен получать все и белки и углеводы и жиры и все единственное питание дробно как можно чаще в день но извините ради бога это и наша с вами программа да так сказать вот семейного доктора который мы говорим достаточно долго и самое главное в силу того что огромное количество людей страдающих диабетом страдают и ожирением излишним весом естественно что в этой ситуации нам с вами понадобится и относительный голод и относительный голод обязательно но относительный голод какой если тогда когда мы с вами говорили о там проблемах суставов о проблемах гипертонических о проблемах связанных с развитием вот такого ишемического состояния нашего организма мы говорили об относительном голоде с очень жесткой или тогда когда в общем проблема избыточного веса стоит номер раз мы говорили с вами очень жесткой жестко ограничение количество количество пищи принимаемых в течение дня помните мы говорили 400 500 грамм в день в зависимости от исход от роста я человека от той массы которую он набрал понимаете то он при диабете мы этого я это сказать не могу ведь давайте мы с вами запишем что где-то процентов на 25 то есть если вы съедаете в день нет же не сложно посчитать если в день вы съедаете где-то полтора килограмма еды да вот ваше ваше питание составляет по количеству полтора килограмма будьте добры сократите на 20 20 25 процентов вот это количество еды если вы принимаете полтора килограмма то 25 процентов да это но по сути 350 400 грамм надо сократить ваш рацион должен по по количеству составлять в день не более килограмма килограмма 100 еды которую вы должны съедать это на мой взгляд это много надо постараться еще больше снизить оставив дробный характер питания оставив разнообразие то есть те рекомендации которые вы знаете я в силу того что давно уже как бы сказать страдаете от я соблюдаете эту диету при диабете обязательно вот это первое и первое требование второе требование абсолютное требование ни в коем случае особенно что касается инсулинозависимого диабета ни в коем случае нельзя отказываться от назначенных доктором препаратов а лекарств тогда когда вы начинаете работать и ни в коем случае нельзя отказываться от инсулина тем более ни в коем случае потому что я знаю эту тенденцию таскать людей это касается не только диабета достаточно большого количества заболевания человеческих когда человек начинается сэм сэм милл произвольно независимо ни от чего независимо от того в каком он состоянии находится не не понимая что с ним происходит отказывается от таблеток в надежде что вот сейчас его это вот чудодейственная методика поставить на ноги она поставит вас на ноги действительно поможет вам по поможет уйти от излишнего количества инсулина который вы эту проблему будете решать с вашим врачом да если у вас сахар будет держаться все время нормы вам нужно будет обязательно таскать про консультировать с вашим доктором момент сокращения приема сахара снижающих препаратов инсулин ли это таблетки ли это не не имеет значения понимаете но вы должны таскать это сделать с тем чтобы уровень сахара был вот поддержание уровня сахара было все более и более физиологичным органичным для для вас самих вот для этого надо аккуратно так сказать консультировать и решать вместе с доктором проблему снижения препаратов ни в коем случае нельзя отменять назначение врача нельзя отменять назначение врача вы себя ставите в очень тяжелую ситуацию по отношению к собственному здоровью это первое значит требования по питанию вы поняли требования по медицинским назначением вы поняли эти на это и назначение я подчеркиваю еще раз он мог быть коррегированы но пожалуйста делайте коррекцию приема инсулина подкалывание инсулина или приема сахара снижающих препаратов да вместе с врачом не делайте этого сами вместе с врачом я понимаю что каждый в конце концов примет решение сам но все-таки это моя просьба и я обязан вам об этом сказать не иначе третий момент который для нас просто абсолютно важен абсолютно важен а в силу того что вы прямо сегодня начнете уже как бы себя готовить и заниматься по по той программе которую мы вместе с вами будем формировать я прошу прощения у вас должна должен быть обязательно дневник сахара как называется дневник содержание сахара кровь в крови ежедневно и лучше если будет не меньше двух раз в день вы будете смотреть сахар не меньше двух раз в день да очень подробный и очень важно чтобы этот дневник у вас был буквально в течение там до трех месяцев с тем чтобы вот эти вот значения вы могли принести своему доктору показать смотрите вот у меня уже какое вы сколько времени сахар не повышается наоборот стабильно снижается уже там около пяти с половиной шести единиц но и и не имеет ли смысла нам с вами снизить для вот потребление тех сахароснижающих препаратов о которых я уже говорил понимаете вы вот таким образом можно да разгон нужно разговаривать с доктором не на словах ах доктор вы знаете вот у меня уже вот столько времени тянется я вот такой вот сахар он уже близок к норме ли вообще в норме понимаете нет надо принести и показать вот эту табличку дневничок которым все было за будет записано вот сахар такой того столько того столько такой вас только такой и так каждый день и вот этот эта схема она повернет доктора в вашу сторону она заставит его подумать что такое действительно происходит надо что-то делать потому что ведь гипогликемия нам с вами также не нужно как и гипергликемии вот в чем дело ну вот но а процедура с которой мы с вами сегодня начнем нашу программу я опишу наверное уже после вот коротко маленького перерыва к которому мы с вами подошли значит для этого я прошу прощения вот за за время этого маленького период можете приготовить для себя один стакан с водой вот этот вот стакан у меня с водой а один вот этот стаканчик пустой а для чего это нужно нам с вами я объясню буквально вот после короткого перерыва который у нас с вами должен сейчас начаться